На Абгасе появился сквер. На улице Динамовцев росли неухожные деревья, стояли гаражи и выкопанные без разрешения погреба. Жителям улицы этот беспорядок надоел и с ним решили бороться. Старые деревья спилили, вместо тропинок сделали аллею, вдоль которой посадили яблони. И на Абгасе будут яблони цвести. Так решили жители улицы Динамовцев. Раньше вдоль домов номер 14 и 16 была неухоженная территория. А теперь аккуратная аллея и пешеходный переход. Вот эта дорога идет к школе, как и по безопасности дорожного движения, чтобы и детям было спокойно и комфортно ходить. Местным жителям можно было прогуляться, мамашам с колясками. Результатом жители остались довольны и решили продолжить благоустраивать улицу. Их предложения поддержали в администрации советского района и даже мэр. Своими силами сделать всю работу было бы практически невозможно. Ту часть, которую мы сделали, где мы дорожку проложили, заборчик поставили. То есть, в принципе, такая очень удобная площадка для прогулки. Новый этап благоустройства начался с очистки территории от зарослей и незарегистрированных гаражей. Теперь и здесь высадили яблони. Продолжение аллеи вдоль территории школы номер 80. Старшеклассники с удовольствием поддержали местных жителей, чтобы дорогу в школу сделать красивой. Тут раньше погреба были и обычная тропинка. Мы вот так все решково проходили, чтобы быстрее было. Ну а так тут все заросшее было. Мусора очень много было. На достигнутом останавливаться не намерены. По задумке аллея должна стать сквером истории Абгэса. Это не только вот, что мы сейчас посадим и все. У нас будут здесь такие рекламные щиты. То есть об истории. Чтобы люди знали, вот как и почему улица названа именно Энгельса, Динамовца, Часовая. Вот это тоже история. Все это будет на этих счетах. Таким инициативом в мэрии рады. Для того, чтобы их поддерживать, есть гранты и конкурсы. Представители общественного самоуправления ежегодно получают средства из бюджета на то, чтобы привести в порядок территорию родного жилмассива. А сейчас в городе стартовала акция «Вырасти свое дерево». Любой желающий может получить саженцы абсолютно бесплатно. Михаил Якимов, Даниил Смирнов. Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра. Продолжение следует...